Друзья, всем привет! А сегодня у нас подборка полезных советов и хитрости мастеров на все случаи жизни. Так что присаживайтесь поудобнее, а я буду начинать. Приятного просмотра! Бывают такие ситуации, когда надо открутить много болтов, но под рукой, к сожалению, не отбито нужного размера. Есть обычный ключ и головка. Ключом крутить долго, а головку не приспособить под шуруповерт. К счастью, из этой ситуации есть простой выход. Для этого нам понадобится головка и болт того же размера, который мы продеваем сквозь головку и фиксируем с обратной стороны шайбы с гайкой. Таким образом получаем подходящую насадку на шуруповерт и можем ускорить закручивание или откручивание. Кстати, этот метод подходит почти для всех размеров головок. Мне кажется, удобно и быстро. Для следующей простой самоделки понадобится брусок произвольной длины, краем которого прикручиваем вот такие канцелярские зажимы. Далее в эти зажимы устанавливаем наждачную бумагу, предварительно отрезав ее по размерам бруска. Получается вот такой наждачный брусок, в котором элементарно меняется бумага при необходимости. Кстати, чтобы зафиксировать заготовку на примере вот такого куска фанеры, понадобится всего пару струбцин. Зафиксировав заготовку, как на видео, она достаточно крепко держится и почти не сдвигается при обработке. Друзья, а следующая информация будет полезна для людей с собственным домом и участком. Каждый год я, как и большинство, чистил снег обычной лопатой. Но в этом году, не знаю как у вас, но в нашем регионе снег валит через день. Поэтому я начал искать способ облегчить работу по уборке снега на участке. И пришел к выводу, что нужно приобретать снегоуборщик. Простой и надежный с бензиновым двигателем. И вот, после долгих поисков, я нашел идеальный вариант по цене и качеству. Пользуюсь им с самого начала зимы, то есть уже больше месяца. И могу сделать выводы и рассказать вам о нем. Речь идет о снегоуборщике от компании Хютер. Модель 4100Л. На нем установлен простой и надежный двигатель в 7 лошадиных сил. Проблем с ним во время эксплуатации не возникало. И он легко заводится, даже в сильные морозы. Мощности хватает, и даже большие сугробы с уплотненным снегом он кидает на ура. На этом снегоуборщике установлена фара, что позволит работать с ним в темное время суток. Мелочи приятны, согласитесь. Имеется 5 скоростей вперед и 2 назад, что обеспечивает комфортную работу. Так что снегоуборщик в этом году пока самое выгодное приобретение. А ссылку на него и где покупал я оставлю в описании под этим видео. Следующие пару советов касаются разметки и монтажа плинтусов. В интернете не так много информации о том, как разметить плинтус, если, как в моем случае, наружный угол не ровно 90 градусов. И поделить его пополам и порезать плинтуса под 45 градусов не получится. А хочется сделать красивый стык в углах. Так вот, есть простой способ разметить плинтус прямо на месте. Взять сначала один кусок и, немного сдвинув его, прочертить линию по плинтусу прямо на полу. Затем взять второй кусок и сделать вторую линию. Далее провести линию от угла к центру пересечения линий. А далее разметить плинтус, где внутренняя часть угла будет браться по стене, а наружняя по линии. Такая же операция проделывается и для второго куска плинтуса. Далее с помощью торцовки подгоняется угол по разметке. Это достаточно просто, но кропотливо. Также для удобства монтажа плинтусов понадобится несколько брусков, на которые наклеивается двухсторонний скотч. Еще понадобится кления, столько же, сколько и брусков. Далее берем наши плинтуса. Наносим герметик или клей, на который будем их клеить к стене. И потом приклеиваем бруски в местах, где понадобится прижать плинтуса, отступив от плинтусов примерно по 1 см. А далее вставляем между плинтусами и брусками приготовленные клинья и пробиваем их молоточком. Так, чтобы прижать плинтуса к стене до момента полного схватывания клея. Вот такой простой рабочий способ. Допустим, нам необходимо увеличить отверстие с помощью напильника. Делать это руками что-то совсем не хочется. И что же делать? О, придумал. Берем пилки для лобзика, соединительные клеммы для проводов и сам лобзик. В наборе пилок для лобзика я нашел вот такую узкую пилку. Она и понадобится. Далее от колодки клемм отламываем одну. Вставляем в нее напильник и пилку для лобзика, а далее хорошенько зажимаем. Теперь вставляем эту конструкцию в лобзик и пробуем тестировать. Как видим, процесс значительно ускоряется, а трудозатрат почти никаких. Отверстие в заготовке очень податливо расширяется. После работы просто откручиваем клемму и снимаем напильник. Пилка не испорчена и ей можно пользоваться дальше. Друзья, вот такая подборка сегодня получилась. Надеюсь, вы нашли для себя что-то полезное. И если это так, то ставьте лайки и пишите комменты, что именно понравилось больше. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok